добро пожаловать на мой канал меня зовут василя в прошлом мастер-классе мы связали корзинку в форме звезды с деревянным донышком кто не смотрел мастер-класс посмотрите сегодня свяжем корзинку в форме елочки для этого нам понадобится деревянная донышко такие донышки бывают разных размеров я выбрала средний размер 24 сантиметра донышко лакированная и поэтому она будет влагостойким для вязания я буду использовать трикотажную пряжу бисквит цвет яблоко очень яркий сочный цвет моточки 100 метров 330 грамм ширина нити 7 миллиметров ссылку на магазин я оставлю в описании где вы сможете приобрести пряжу и донышки со скидкой для обвязки донышка нам понадобится крючок номер 5 крючок должен свободно проходить в отверстие и для самих стенок мы будем использовать крючок номер 7 на корзинку уйдет приблизительно полматочка пряжи для начала мы сейчас будем обвязывать отверстие обвязку будем начинать по длинной стороне елочки то есть основание из углов обвязку не начинаем приблизительно вот здесь вот я начну обвязку для начала мы оставляем кончик нити 15 сантиметров заводим крючок в отверстие вытянули ниточку кончик нити оставляем захватываем рабочую нить вводим крючок в следующее отверстие захватили рабочую нить и провязали через петлю далее в следующее отверстие вытянули и провязали вязали уголок поворачиваем и снова продолжаем обвязывать соединительными петлями и вот таким образом обвязываем по всему краю довязываем до конца здесь делаем соединение осталось последнее отверстие заводим сюда крючок и захватываем кончик нити вытягиваем петлю и протягиваем через петельку полностью вытягиваем заводим крючок под косичку и вытягиваем кончик нити заводим его вот сюда в центр предыдущей косички с обратной стороны крючок вводим и вытягиваем вот таким образом мы сделали соединение кончик нити мы будем укладывать вдоль вязания и провязывать вместе далее мы будем обвязывать края донышка но обвязку мы будем делать немного по-другому раньше мы обязывали края все столбиками без накида и затем уже переходили от донышка к стеночкам а сейчас мы будем провязывать и сразу же формировать первый ряд стенок находим отверстие откуда у нас выходит кончик нити сюда мы должны завести крючок ниточку ложим бороздкой к верху захватываем рабочую нить вытягиваем петельку раньше мы провязывали вот так вот вытягивали и сразу же провязывали сейчас вытягиваем ее побольше и провязываем у нас будет вот это сразу первый ряд стенок ниточку на крючке подтягиваем далее следующее отверстие вытягиваем и провязываем также на углах мы будем делать прибавки почему мы провязываем именно таким образом потому что вот здесь вот на углах вот таких вот здесь у нас острый угол здесь будет три столбика и они будут друг другу мешать если мы их провяжем вот так вот прямо а если мы их перевернем то у нас сразу сформируется первый ряд и друг дружке они мешать не будут а на углах мы сейчас будем провязывать прибавки сейчас я довезу до угла и покажу как делаются прибавки вот у нас уголочек здесь мы провязываем в одно отверстие три столбика провязываем первый столбик затем в это же отверстие 2 его вытягиваем уже к уголочку и третий столбик провязываем вот на углу мы провязали три столбика далее вяжем по одному столбику здесь я также покажу как мы будем провязывать вот уголок провязываем столбик сразу вытягиваем к верху провязали и в следующую провязываем столбик также вытянули к верху провязываем и вот здесь вот руками прям формируем сразу угол далее следующее отверстие и на углах мы провязываем по три столбика на каждом углу первый столбик второй вытягиваем по центру и третий столбик провязали и сразу же поправляем формируя углы вот таким образом довязываем по всему краю до конца здесь я покажу уже как будем делать соединение сделали обвязку края углы все поправляем и теперь мы сделаем соединение последующие ряды можно вязать галочками в раскол вводя крючок в центр галочки я буду вязать захватывая переднюю дужку и крючок вводить в центр галочки тогда по краю у нас будет оставаться вот эти вот полосочки теперь мы сделаем соединение вытягиваем петельку заводим крючок под косичку захватываем петлю и вытягиваем далее крючок вводим если вы будете вязать галочками раскол в центр галочки либо как я буду вязать я захватываю переднюю дужку косички и ввожу крючок в центр галочки петельку накидываю на крючок и затягиваю захватываем рабочую нить вытягиваем петлю и провязываем столбик далее второй ряд вяжем уже крючком номер 7 если вам будет трудно вводить крючок 7 то можете оставить крючок номер 5 затем уже поменять на третьем ряду и так вводим крючок захватывая переднюю дужку косички центр галочки рабочая нить лежит бороздка вверху захватываем ее и провязываем столбик далее в следующую если смотреть сверху то мы вводим как бы в центр косички далее в центр галочки обратной стороны крючок должен выходить по центру крючком номер 7 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее мы сделаем обвязку... Вытягиваем петлю... Заводим крючок под косичку... Далее вводим крючок между столбиками... И данную петельку вытягиваем... Далее заводим крючок в следующее отверстие... Вытягиваем петлю... Провязываем... И вот такими соединительными петлями провязываем вдоль всего края... Заводим крючок между столбиками... Провязываем до конца... Вот у нас последнее отверстие... Ниточку обрезаем... Вытягиваем ее... И продеваем через петлю... Полностью вытянули... Далее заводим крючок вот сюда... Под косичку... Вытянули кончик нити... И доводим в центр предыдущей косички... Сделали соединение... Кончик нити прячем... Вот таким образом у нас получилась обвязка по краю... Благодаря обвязке у нас края стали плотнее... И лучше стали держать форму... Корзиночка елочка наша готова... Вот такая она у нас получилась... Высоту у меня на 6 сантиметров... Вы можете продолжить ряды дальше... И сделать ее выше... Что нам нужно будет сделать еще... Так это ее отпарить... Хорошо придать форму... И дать просушиться... Также можно корзинку украсить... Бантиками... Можно сделать из трикотажной пряжи... Украсить... Либо из вот таких вот ленточек... Сделать бантики... И закрепить их... В такую корзинку можно положить любые подарки... Надеюсь вам все было понятно... Смотрите другие мои мастер-классы... Подписывайтесь на мой канал... Подписывайтесь на мой канал... Продолжение следует...